Спасибо, Любовь. Только что в республике завершили работу эксперты в области сельского туризма. Из более 30 российских регионов приезжали специалисты федерального уровня. Сегодня финно-угорский этнопарк в селе Ипп посетил полупредпрезидента в северо-западном федеральном округе Александр Беглов. Что же такое отдых на селе? Может ли он по цене конкурировать, например, с отдыхом в Тунисе или Турции? И зачем, в принципе, туристам ехать в деревню? Это программа «Детали дня». Мы выходим в прямом эфире. Два дня в республике находились очень любопытные, жадные до впечатлений люди. Это энтузиасты, которые продвигают в России сельский туризм. Эксперты из более 30 регионов страны. Они успели съездить в Усть-Куломский, Карткировский, Сыктывдинский районы. Побывали на гастрономическом празднике Шаньго-фест и, конечно, много общались и делились опытом. Ну а мы сегодня обсудим, на самом ли деле горожане так рвутся на отдых в деревню. Что они хотят увидеть и что попробовать? Сколько готовы потратить? Можно ли заработать на сельском туризме или это скорее хобби? Как снизить стоимость туров по России? Но сначала предлагаю посмотреть фрагмент известного советского мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Нет, все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт. Зачем нам курорт? У нас прекрасный дом есть в Простоквашине. Ты только подумай. Кто там? Кто там пришел? Никто не пришел. Это наш папа с ума сошел. Он нас на курорт не пускает. Я тоже не хочу на курорт. Я в Простоквашину хочу. А что я там буду делать в вашем Простоквашине? Вечернем платье дрова рубить? Или быков очаровывать? Хватит? Я на вас весь год со сковородкой работала. А теперь я хочу на курорт отдыхать. Сегодня с самых высоких трибун много говорят о развитии туризма на селе. Перспективно, интересно, познавательно. Жители городов хотят тихого, спокойного отпуска на природе. Рыбалка, охота, грибы, ягоды, натуральные продукты, национальная кухня, старые деревенские дома. Кто-то мечтает научиться корову доить, а кто-то побывать на сыроварне или в кузнице. А еще есть и сельские праздники. В воскресенье наша съемочная группа работала в Сыктывдинском районе. И мы пообщались с теми, кто отдыхал на природе. Давайте посмотрим. А зачем, в принципе, туристу деревни? И на самом ли деле так тянет на природу? И что хотят посмотреть? Ну, прежде всего, все-таки отдохнуть от городской суеты. Все-таки увидеть, действительно, вот это натуральное, вот это все, что давно забытое. Ну, надо и даже все-таки, одни и те же стены, как говорится, дома. Вот надо, вот им природа. Вот поэтому они и приходят. Я первый день рыбачу и поймал один раз рыбу. Буду теперь каждый день с папой ездить. Там атмосфера, атмосфера та, которая есть только в деревне. Этот воздух, который удивительный, не городской, а именно деревенский. И еще, я бы сказал, отношения людей. А чего вам в городе не хватает? В городе не хватает. В городе не хватает чистого воздуха, близость водоема. Вот это очень как-то приятно. Нам интересно выехать в деревню, может быть, посмотреть и вспомнить, как человек должен жить, в принципе, в единении с природой. То, как мы проживаем в городе, это, конечно, не совсем то, как должен проживать человек свою жизнь. Я представляю наших гостей в студии. Это руководитель ассоциации по развитию сельского туризма КОМИ Ольга Конакова. У нас ассоциация молодая, но очень активная. Меньше года, но мы молодцы, как мне сказали федеральные эксперты. И у нас эксперт из Москвы, председатель агротуризма ассоциации Тарас Астахов. 12 лет Тарас Альбертович продвигает у нас сельский туризм в стране. Ольга Ивановна, Тарас Альбертович, добрый вечер. Добрый вечер. И, конечно, первый вопрос. Может быть, мы строим какие-то иллюзии? Может быть, наши горожане не хотят отдыхать в деревне? Вот как вы изучаете этот спрос? Что хотят там на самом деле посмотреть, попробовать? Или не хотят ехать в деревню? Ну, вы знаете, наши горожане и наши граждане, они на самом деле мало отличаются от европейцев по своим запросам и так далее. И, как вы правильно сказали, 12 лет назад, перед тем, как начать заниматься развитием сельского туризма здесь в России, я поехал в Италию для того, чтобы изучить этот вопрос, как это вообще происходит там. Я много для себя интересного узнал, но что самое главное и интересное, что мы все знаем Италию как туристическую мекку, куда миллионы туристов ежегодно отправляются. Так вот, ровно такой же поток уезжает в Италию на объекты сельского туризма. У них это называется агритуризму. То есть там под этим термином понимается все. Есть сельхозтоваропроизводство или нет, неважно. Можете себе представить, хотят ли горожане ехать или нет. Безусловно, у нас спрос с каждым годом только растет. Причем он растет и потому, что объектов становится больше. Но на сегодняшний день мы изучали эту ситуацию, и математика такова, что у нас в среднем, если можно, конечно, взять среднее, у нас в среднем по регионам пятикратная нехватка вот таких вот объектов. То есть если у нас... И так ехать хотят. Хотят. Ольга Ивановна, что хотят посмотреть? Вот если один, два, три, что самое ключевое? Ну, во-первых, хотят увидеть природу, походить по белому уху, побывать на чистой реке, половить рыбу, собрать ягод, просто отвлечься от суеты, попасть просто в другую обстановку, в другое течение времени и побывать в других условиях и узнать что-то новое, того, чего они не видят здесь у себя в городе. Но вот вы изучали туристический поток? Сколько людей готовы ехать в деревню? Это каждый пятый, каждый десятый? Или сложно сейчас судить? Это зависит, там, житель ты Москвы или Сыктывкара? От чего это зависит? Опять же, вот в 2006 году, после того, как съездили в Италию, поняли, что этим надо обязательно заниматься здесь, если это успешно развивается в Европе, это обязательно должно развиваться и у нас. Мы провели небольшое исследование, и тогда всего лишь 20% респондентов ответили утвердительно на то, что они, в принципе, понимают, о чем идет речь. Ровно через 10 лет мы провели такое же исследование, и уже 80% респондентов ответили, спрос очень большой. Сейчас цифрами довольно сложно оперировать, статистикой, потому что это большое исследование, потому что в московском регионе это будут одни цифры, в каких-то районных центрах это будут другие, но однозначно мы видим динамику роста спроса. Она просто очевидна в 4 раза, как минимум. Вы знаете, мы сейчас хотим связаться с Сыжимским районом. Я не знаю, аппаратно, есть у нас связь или нет с Сыжмой? Пока нет. Но вот у меня здесь на столе лежит, вот, пожалуйста, операторы, покажите, такой каталог «Сельский туризм в Республике Коми». Он есть в электронном виде, есть вот такой красивый напечатанный. Здесь более 50 сельских гостевых домов плюс базы отдыха. Вот все это действует. И у меня вот какой вопрос к Ольге Иване. Ну вот хорошо, я хочу, например, я крестьянин, я хочу открыть гостевой дом. Что мне для этого нужно? То есть много ли нужно денег крестьянину и где их взять? Ну, я в дополнение к словам еще Тараса Альбертовича по поводу статистики. Можно, так сказать, пойти не от спроса, а от предложения. Вот за 5 лет количество до сетевых домов, о которых мы говорим, у нас в Республике выросло почти в два раза. То есть вот в этом сборнике их за 80 единиц. Они расположены во всех районах. Нет ни одного района, в котором бы их не было. То есть люди понимают, что они занимаются делом, и рассчитывают на доход, который им принесет. А вот если говорим и о крестьянина, то вообще-то у него уже у крестьянина это все есть. У него есть дом, у него есть земля, у него есть красивая природа, то, на что он рассчитывает. Он может начинать с самого малого, собственного желания. А все остальное уже, так сказать, потихоньку подтянется. Нужно будет рассказать о себе, создать тот продукт, который он будет развлекать. Люди приезжают к нему на целый день. Он должен их занять целый день. Не просто накормить, баню сводить и спать положить. Теперешний туризм очень привередливый. У них мастер-классов будет не один. То есть он должен привлечь всех своих соседей для того, чтобы их развлечь. Там будут и песни, и пляски, и фольклор. И даже просто научить петь северные песни, люди приезжают. Я знаю такой гостевой дом, и женщина просто учит своих гостей петь северные песни. Ольга Ивановна, я знаю, что республика и муниципалитеты у нас выдают гранты. И вот в этом году сумма 3,5 миллиона никогда такого не было. Никогда такого не было. Да, я подтвержу ваши слова. В прошлом году было 1,9. Значит, 3,5 миллиона из 9. Но о чем вы говорили? Вы говорили о том, что физические лица не могут сегодня получить гранты. А физические лица — это вот те активные пенсионеры, которые у нас и хотят заниматься сельским туризмом. К сожалению, наше законодательство таково. Физическому лицу бюджет никакого уровня напрямую помочь не может. Вот именно для этого в республике была создана ассоциация, которая будет создавать проекты совместно с этими гостевыми домами и под эти проекты описывать грант, получать этот грант и с ними работать. Первая помощь будет состоять, естественно, в обмене опытом и в обучении. Тарас Альбертович подтвердит мои слова. Это самое необходимое. Надо уже научить индустрию гостеприимства. А потом уже, собственно говоря, мы будем помогать им вести бухгалтерию и будем помогать их налоговыми отчетами. Ну, в то время, пока эта помощь им будет нужна. Вот мне сообщают, что у нас есть звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Сорвался у нас звонок. Тарас Альбертович, я знаю, что вы тоже очень активно подаете на гранты. Вы как российская ассоциация. И, например, сейчас вы подаете на президентский грант. Это 3D такая платформа, уникальные селы России. Да, это очень интересный проект. Он родился в Бурятии, родился он в этом году. Некоммерческая организация, которая была там недавно создана, они выиграли первый тур президентского гранта. Проект называется у них «100 уникальных сел» Бурятии. Мы подписали с ними соглашение о сотрудничестве на Байкальском форуме по гостеприимству. И результатом этого соглашения явился совместный проект. Мы его назвали «Уникальные селы России». И вот с этим проектом мы уже подаем на грант президента Российской Федерации. У нас туда в этот грант входит, в эту заявку, 8 регионов. То есть мы смогли объединить 8 регионов. Ну, конечно. Мы туда входим. И люди, я знаю, тоже могут к вам обращаться. Например, там, село Гам. Вот мы хотим. Они могут напрямую к вам выходить или через нашу ассоциацию? Ну, там, где в регионе ассоциаций нет, а у нас 18 регионов, там уже, где есть ассоциации. И ассоциации в Республике Коми как раз входят в эти 18 регионов. Там разумно обращаться, конечно, в ассоциацию. Там, где ассоциаций нет, можно выходить напрямую. Мы будем вопрос это решать. Ну, вы знаете, вы тоже сегодня ездили в Карткировский район, в Аджерома, где находится дом-мастерская «Югат-Арт». О нашей знаменитой, ну, известной мастерице по вязанию Светланы Туровой. Сегодня она с семьей построила в деревне дом, переехала из города в деревню и сегодня принимала гостей. Предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги Виктории Палкиной. Гостей, широкая каткировская душа, встречаясь в традиционного коми-обряда. Первым делом нужно пройти через лошадиные ворота и обязательно набраться сил, энергии и здоровья. Дальше длинный яркий самотканный половик символизирует длинную жизнь и удачи каждому гостю. Ну, а напоследок вас обхлопают вот такими красивыми свежими вениками. Это придает силы здоровья не только вам, но и благоденствие всему вашему роду. Здесь рады каждому гостю, хотя, признается, хозяйка к таким большим делегациям не привыкли. Если в гостевой дом и приезжают, то скромными компаниями на мастер-классы. И вообще в туристическом бизнесе мы новички, рассказывает Светлана Турова. Еще и направление не самое раскрученное – мастеровой туризм. Мое любимое дело – это вязание. И вот цель немножечко попробовать людей заразить именно рукоделием, либо поделиться своим опытом. Заражаются люди? Ну, вот сейчас, скажем, некоторые девочки попробовали. Они такие, так, надо, говорит, не забыть, дома повторить. На самом деле, кого-то удалось заразить, да. У меня там есть даже люди, которые после мастер-класса побежали за нитками, связали себе шапочку, шарфик. Заработать состояние здесь точно не получится, уверена Светлана Турова. Да и это не главное. Когда приняли решение развивать мастеровой туризм, грандиозных финансовых планов не строили. Понимали, это не денежное направление, в отличие от тех гостевых домов, которые специализируются на шумных компаниях. Мы себе сделали план на следующий год постараться заработать денег на отопление на всю зиму. То есть вот у нас по брикетам нужно 60 тысяч на то, чтобы зиму жить в тепле. То есть это не какие-то весть огромные деньги. То есть именно цель заработать туризмом на жизнеобеспечение. Гостевой дом еще нужно довести до ума. Не готова к приему гостей и сама территория. Здесь появится баня, игровая зона. Планируют даже устроить спальню для гостей. Небольшую на три места. Светлана, вы в этом доме не только принимаете гостей, но и живете здесь сами. Насколько было сложно при проектировании предусмотреть все, и чтобы и вам уютно было, и гости себя лишними не чувствовали? На самом деле по проектированию у меня занимался супруг. И мы изначально решили, что весь первый этаж для работы, для приема гостей, для мастерской. То есть весь первый этаж рабочий. У нас жилая комната одна на втором этаже. Поэтому я посмотрела именно опыт, у кого это уже работает. И мы уже взяли опыт действующих таких гостевых домов. Мастеровой туризм именно в таком виде уже заинтересовал экспертов из Кировской области и Белоруссии. Своим опытом сахтовкарская мастерица Светлана Турова делиться готова. Больших бизнес-секретов здесь нет. Нужна оперативность и гостеприимность. Без этого никак. Не каждый готов пускать в свой дом посторонних людей. Посмотрели мы репортаж. А как это все было вживую? Тарас Альбертович, мы даже вас наблюдали в видеорепортаже. Какое впечатление оставил гостевой дом Светланы и вообще то, что вы увидели в коме? Ну, начну со Светланы. То есть вот последняя фраза, которая прозвучала, это не каждый человек готов пустить гостей в свой дом. На самом деле фраза ключевая, потому что мы разработали методику «10 шагов развития сельского туризма». И первый шаг – это мы задаем вопрос владельцу. Несколько есть у вас денег? Есть ли у вас вообще деньги? А готовы ли вы пустить в свою жизнь чужих людей? И готовы ли вы с ними находиться 24 часа, потому что это ваши гости? То есть если люди готовы на этот вопрос ответить утвердительно, и понимают, что они идут целенаправленно этим путем, тогда да, это хороший потенциал. Это вот по поводу этого объекта. Еще у меня за это время сложилось такое внутреннее убеждение, как бы такая своя классификация по ощущениям. То есть первое – хочу ли я сюда приехать? Однозначно да. И второе – является ли этот объект классикой сельского туризма? Однозначно да. Почему? Потому что… Хотя это новый для нас объект. Люди живут на объекте, люди сами оказывают услуги, 100% сами. Они сами занимаются гостями. И больше всего меня поразило, конечно, я не ожидал увидеть, после того, как спустился вот со второго этажа, там, с этой прялочки, вниз там стояли станки, на которых можно, так сказать, изготавливать свитера, шапочки и так далее. То есть это замечательно. То есть они совмещают и прием гостей, и производство вот таких вот изделий, которые нужны, и вовлекают своих туристов в то, что можно попробовать и на веретене, так сказать, да, попрясть, и спуститься к станку, и там что-то поделать. То есть это замечательно. Они просто большие молодцы. Вот смотрите, Ольга Ивановна, ну вот когда мы общались с владельцами гостевых домов, о чем они говорят? Что вы, какой бизнес? Это скорее самозанятость или хобби? Это действительно так? Из этого нельзя сегодня сделать бизнес? Нереально? У нас есть разные члены ассоциаций, те, у которых это реальный бизнес. Вот, например, семья Савапиян, да, это семья Лебедев, у них четверо детей. Они пускают в свой дом, у них есть, у них все есть для того, чтобы принимать и детей, и взрослых, и они живут у них, они живут в их семье. Есть такие. А в то же время есть гостевые дома, в которых все очень скромно. Хозяева иногда даже стесняются, так сказать, потревожить свои гости. Но это приносит людям деньги? Или так, на хлеб с маслом только? Ну, я так понимаю, что, наверное, с Рокфеллером у нас никто не станет. Вот, я думаю, что это, наверное, и невозможно. Но в то же время у многих людей это потребность в душе, они не могут жить по-другому. То есть это дело энтузиастов пока? Пока, да. Мы сейчас перейдемся на рекламу, а после обсудим, как же сделать туры в деревне более дешевыми. Магазин «Стройдвор» предлагает Виниловый сайдинг «Винилон», корабельный брус «Блокхаус». Водосточная система с новой технологией «Легкий монтаж». А также профлист «Андулин», «Шифер». Большой выбор цветов и размеров. Бесплатный расчет. Доставка. Лесопарковая 12, дробь 4. Телефон 32, 10, 50. Томбыта, 4 этаж, магазин «Каприз». Куртки, плащи. Все по 3500 рублей. Уважаемые владельцы имущества, налоговая служба напоминает о важности своевременной уплаты налогов. Узнать о задолженности и оплатить ее можно на портале госуслуг либо в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте налог.ру. Кроме того, получить квитанцию для оплаты задолженности можно в любой налоговой инспекции. Это программа «Детали дня». Мы говорим о сельском туризме. Небольшое лирическое отступление. В финно-угорском этнопарке из Якши Троицко-Печорского района привезли двух лосих. Они будут жить в этнопарке постоянно. Моня и Муля почти 5 месяцев. И мы в выходные наблюдали, как общаются с лосихами и взрослые дети. Как посетители гладят животных. Фотографируют, конечно, под присмотром специалиста. Какой это праздник для людей. Насколько много радости доставляет общение. Ну а многие городские дети не видели не только лосей, но даже коров, коз, гусей, овец. Все это привлекает, все это интересно. Ну а к нашему обсуждению присоединяется Карелия. На прямой связи по скайпу представитель Туристского информационного центра Людмила Дятлова. Людмила, добрый вечер. Вечер добрый. Сегодня я немножко расскажу о сельском туризме у нас в Карелии. В частности, в Сартовальском районе. Людмила, подождите, подождите. Пока не рассказывайте нам про сельский туризм. Потому что вопросы у меня очень конкретные. Вот смотрите, мы уже поняли, что сельский туризм – это очень интересно. Это занимательно. Но все говорят, что это очень дорого, пока в России не по карману. Вот у вас по карману такие туры или не по карману? Ну вот смотрите, стоимость на человека проживание в летний период, то есть в самый пик сезона, от 500 рублей до 3500 рублей. То есть это без питания. Но это ведь дорого – 3500 только отдать за проживание. Да, но это комфортное проживание. Есть проживание просто в гостевых домах, где несколько комнат. И вот стоимость на одного человека идет 500 рублей. И вообще, ну вот при таких ценах, Людмила, едут к вам туристы? Вы испытываете какой-то дефицит? Или прямо мощный поток едет в Карелию? Дело в том, что за последние 2-3 года поток туристов в Карелию в частности в Сартовало очень возрос. Поэтому в летний период, в пиковые даты у нас заняты все места. А Сартовальский район может вместить около 3000 человек за одни сутки. Включая гостевые дома, базы отдыха, гостиницы. Скажите, а вот вы задумывались над тем, чтобы сделать туры более дешевыми, чтобы больше туристов к вам приехало? Или вы считаете, что этого не нужно делать, и сельский туризм не может быть дешевым? Ну вот смотрите, дело в том, что в сельском туризме это размещение не группы, это 2-3 человека, 5-10 человек. И чтобы удешевить эту поездку, нужно брать большее количество дней, минимум неделю. Поэтому это будет дешевле. И еще при самостоятельном приготовлении пищи это также удешевляет поездку. Спасибо, Людмила. Хочу, чтобы туристы не только летом к вам ехали, но и зимой, впрочем, как и в нашу республику. Ну а у меня вопрос к нашим экспертам. Очень многие задают вот какой вопрос. Вот в Турцию из Сыктывкара в сентябре по горящей путевке можно уехать почти на 2 недели с авиаперелетом за 30 тысяч рублей. И вы помните, встал один из гостей вчера, было пленарное совещание, сказал, вы знаете, я за 30 тысяч только долетел до Сыктывкара и назад. Я даже еще никуда не двинулся. Поэтому вопрос ехать в коме или не ехать у меня, говорит, отпал сам собой. То есть за свои деньги, за 30 тысяч, я бы сюда точно не поехала. Как же нам удешевить наши Торы? Как сделать их привлекательными? На самом деле очень много, большую роль играет в этом, конечно, цена. То есть как бы человек не хотел поехать посмотреть что-то в своей стране, если аналогичное предложение будет стоить в полтора, в два раза дешевле с рубежом в Турции или где-то еще, он поедет туда. Это во-первых. Но здесь комплексная задача. Нужно удешевлять прежде всего расходы на транспорт. Вот, например, некоторые регионы работают с Минтрансом Российской Федерации, и у них появляется возможность организации рейсов лоукоста, лоукостера Победа. Но вы имеете в виду из каких-то крупных городов, Москва, Санкт-Петербург, прежде всего? Ну, из тех городов, откуда летает Победа. Вот, например, всем известно, что Байкал это такая очень мощная точка притяжения. Но если еще, допустим, в прошлом году туда можно было улететь за 15-20 тысяч, то в этом году можно улететь за 3 500, благодаря тому, что правительство республики договорилось с компанией через Минтранс и так далее. И сейчас людям 3 500 – это вполне нормальные деньги. То есть здесь нужно, чтобы активно правительство республики Коми, региона, работало над тем, чтобы решать вот эту вот комплексную задачу, транспортную задачу. Это не только с авиаперевозчиком, это и внутренние какие-то рейсы, это и внутренняя логистика и так далее. И смотреть на те маршруты, которые существуют, и прямо просчитывать, где можно удешевить. Не за счет снижения качества, а за счет снижения тех издержек, которые возникают в связи с удорожанием, в том числе и на транспортные перевозки. Вы знаете, у нас есть, наверное, один такой пример, да, Ольга Ивановна? Вот в этом году пробовали же на плато Маньпапунер запускать такие более дешевые вертолеты. И сразу вот это как-то сказалось на турпотоке? Ну, в этом году впервые этот тур вообще просто был запущен. Вы же знаете, жители республики просто возмущались тем, что Пермь летает к нам. Да, мы не летаем. А республика не летает. Поэтому два... Ну, просто очень поздно начали. Но, тем не менее, с Комиатрансом была четкая договоренность. Состыковка рейсов с Москвы до Сыктывкара. И отсюда уже, так сказать, с той же компанией на Маньпапунер. Я думаю, что в следующем году, поскольку все это начнется заранее, ну, вот тот объем... Комиатранс, естественно, пошел навстречу, так сказать. Так сказать, логистику предложил немножечко другую, благодаря чему можно было удешевить. Но и мы не забываем о том, что для нас всех это пролет вместо отброса обратно. То есть из Сценникова 29 тысяч, 20 можно себе вернуть. Вот за 9 тысяч на Маньпапунеру увидеть это чудо света, побывать на месте силы, в совершенно уникальном месте. Вот среди тех, кто туда летели, были такие люди, для которых это была мечта, которая сбылась. А на следующий день это наш заповедник, классиферма, уникальная река, уникальнейший музей. Там была... В составе одной из групп была женщина из Финляндии. Она сказала, что это были ей где-то так вот в районе 35 лет, что это самые счастливые. Она еще перед этим у нас ездила в Уст-Цильму, 3 часа побывала, так сказать. И была очарована. Она, да, это самые счастливые дни ее жизни, да. Вы знаете, вопрос, как можно снизить цены на внутренние туры, мы задали и эксперту, который приезжал из Кировской области. Давайте послушаем, на что они делают ставку. Очень востребованные являются туры выходного дня. Туры на один день. И вот эти продукты мы и предлагаем. Своеобразным сейчас таким магнитом для туристов являются гастрономические туры. И это прекрасно продается и реализовывается. Я так понимаю, что мы идем тем же путем. То есть мы не замахиваемся на неделю, это дорого, и даже на 10 дней. Вот вам один день или два дня. Конкурировать с Турцией, с отдыхом в Турции, с возможностью поехать к морю никто не будет. Мы живем на севере, это нормально. Но все остальное время наши граждане хотят где-то отдыхать. Даже жители Сыктывкара уже все окрестности объехали, везде попили, поели. То есть жарить шашлыки им уже не интересно? Им уже не интересно, они хотят чего-то другого, они хотят показать что-то другое своим детям. Потому что когда ребенок знает, что такое молоко из пакета в универсами, это правда нашей теперешней жизни, к сожалению. Поэтому вот туры выходного дня, это как раз то направление, которое ассоциация собирается отрабатывать со всеми своими членами. Для того, что из того, что они могут, они предлагали бы именно на выходные. Где-то с пятницы и такие города, как Сыктывкар, мы берем и Ухту в первом приближении. Мы собираемся делать. Потому что и зимой можно поехать, потому что зимой тоже хватает развлечений. У нас очень красивая зима. И вот учитывая, какие зимы теперь в крупных городах в Москве и в Санкт-Петербурге особенно, то есть вот на Новый год все наши гостевые дома заняты и заранее заняты. Потому что чистого и белого снега хочется всем. О том, что делается на федеральном уровне, чтобы снизить ценник внутренних туров, мы спросили у заместителя министра культуры России Ольги Яриловой. Она приезжала в это воскресенье в нашу республику, посмотрела плато Мань-Пупунер и общалась с экспертами в области сельского туризма. Итак, что же с ценами на туры внутри страны? Впервые принято постановление Дмитрием Анатольевичем Медведевым о субсидии туроператоров, которые нам организуют основные туристические потоки. Что это такое? Это значит, что когда туроператор привозит туристов в тот или иной регион, он будет получать за это денежные средства от 2 до 5 тысяч рублей за каждого привезенного туриста. И, соответственно, получаются средства. Туроператоры уже сегодня говорят, что они будут снижать тарифы на реализацию самого турпродукта, где-то снижать тарифы на чартерную перевозку, ну и так далее. Ну вот мы, к сожалению, в этот пилотный проект не попали. Кто же туда попал? Карелия, Алтай, Бурятия, Приморский, Камчатский край, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменской области круглогодично. И Краснодарский край без Сочи в период с января по май и с сентября по декабрь. Вот, Ольга Ивановна, как нам вот в этот же список попасть? Или мы уже, когда отработают схему, будем вместе со всей Россией получать субсидии? Если быть честным, Республика Коми по стечению обстоятельств не вошла в ту программу, которая будет принята до 30-го года пространственного развития России. И туризм не является отраслью, которая является приоритетной для нашего региона. Те регионы, о которых вы говорите, как раз в этой стратегии пространственного развития, они туда включены. Эти вещи все, так сказать, взаимосвязаны. И поэтому сначала нужно поправить вот это направление, что туризм с учетом того природного богатства, которое у нас является приоритетной для Республики. Мы будем это поправлять? Я надеюсь, что правительство Республики об этом информировано, оно все это знает. В ближайшее время, октябрь-ноябрь, она будет принята, и потом уже будет поздно. Тарас Альбертович, ну тут ваша помощь точно нужна. Я хотел бы еще добавить по поводу этого документа. Для того, чтобы получить вот эту вот поддержку для туроператоров, например, по Республике Бурятия, кстати, у каждого региона своя тарификация. По Республике Бурятия необходимо, чтобы 200 человек, 200 туристов приехало минимум на 5 дней. То есть, если 4 дня, то уже... Ну где-то 500, я вот видела, молодцы, там туристов. Да, 200 туристов, 5 дней и 5 тысяч возврата. В Архангельской области возврат 1,5 тысячи. То есть, это дифференцировано. Для того, чтобы выйти хотя бы с предложением, с этим, необходимо в Республике Коми разработать такие маршруты. То есть, туры выходного дня, безусловно, это очень важно. Но важно еще посмотреть на такой формат. Вот, допустим, приезжает семья из крупного города, там из Москвы, Санкт-Петербурга, неважно, из Казани, с детьми. На 2 дня тяжело. Это либо перелет, либо это переезд на железнодорожном транспорте. То есть, хочется вот именно тех самых 5 дней, чтобы как-то немножко отдохнуть хотя бы первый день от переезда и насладиться уже тем, что может предложить регион в оставшиеся 4 дня и поехать обратно. Я так думаю, что если мы сможем в Республике... Хотя бы даже один маршрут такой показать. Надо сформировать несколько маршрутов. Почему? Потому что большой регион, протяженный. И ресурсы, понимаете, они по всему региону. То есть, нет такого, что они локализованы, допустим, в Ухте или в Соколе. Ну, понятно. Если у нас будет хотя бы два маршрута таких массовых, два тоже мало. То есть, нужно работать сейчас именно над тем, чтобы организовывать эти маршруты. И стараться задерживать там, чтобы не просто оставайтесь, чтобы людям было интересно. То есть, создавать именно такие точки роста, точки притяжения, чтобы маршрут был интересным. Тогда мы уже можем... Вот сейчас отвечаю на ваш вопрос по поводу поддержки и помощи. Тогда мы уже можем выйти на Министерство культуры и предложить, что вот есть у нас определенные маршруты. Вот этот маршрут у нас вошел в проект «Уникальные селы России». Этот маршрут вошел еще в какой-то проект и так далее. Давайте поддержим республику и включим их в тот документ, который был принят в этом году. Работы у нас много. Время эфира у нас завершилось. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Ольга Ивановна, если только вы прям очень быстро скажете. Нет, я хочу сказать, что у нас есть теперь в республике, наконец-то, это оператор, которому можно заниматься созданием таких туров по внутреннему туризму. Мы не забываем, что это непростая деятельность, которая... Но это финно-угорский этнопарк. Это финно-угорский этнопарк, и поэтому, что называется, карты в руки. То есть в этом направлении уже первые шаги сделаны. Спасибо нашим гостям. Ну а тема сельского туризма в эфире Юргана не завершается. 7 сентября в программе «Студия 11» повар из Финляндии, виртуоз уличной кухни, гость Шаньга-феста Юрки Цуцунен покажет, как готовить финскую уху. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова